Звон и блеск орденов, мелодии военных лет, цветы и улыбки. День Победы празднуют все. Пожалуй, это единственный праздник, который не просто объединяет людей, он сплачивает все поколения. Концерты, духовой оркестр, каждый отмечает праздник. Развернутая и полевая кухня. В меню гречневая каша с тушенкой, картошка, хлеб. В голодные годы войны. Настоящая роскошь. Ну, раньше война же была. Тут, видеть нельзя. Тоже кормили хорошо. А что давали? В основном давали овсянку, картошку жареную давали. Гречку тоже давали редко. Тогда была просто общая кухня. Картошка немножко, мундиры давали. Или ориан, черевец. Вот так усилия с черным хлебом. Так рады были. Такого мы никуда туда не ожидали. А сейчас радость. 9 мая без преувеличения. Самый светлый и солнечный праздник в году. Невозможно представить себе этот день без гуляний, радующихся толп в скверах и парках. Но так было не всегда. Даже в начале мая 45-го еще никто не знал, что спустя 9 дней мы отпразднуем победу. Зато Николай Семенович, как и многие школьники, знал, куда он попадет после окончания 10-го класса. В 1943 году, еще 17 лет не исполнилось, забрали нас, как с образованием, на фронт, без переподготовки. Мы в школе учились ходить, маршировать, стрелять. И сразу в Крыму, в 4-м украинском фронте попался под передовую. Очень страшно было. Сколько погибло у нас, перевели Белоруссию. Белоруссия, там очень много городов. Дзержинск, Минск, Витебск. Очень много такими городов освободили. Оттуда завершили Кенигсберги. Прибалтийский фронт Кенигсберг закончил войну ранением головного. Возраст уходит. Продолжение следует...